Приветствую вас, мои дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад у Аленушки». Приближается 1 сентября. Это день, когда школьники понесут цветы своим учителям. Букеты из астр, георгин, цини, розы – это школьные цветы, которые будут выгодно выделяться на общий фоне голландских роз. Я думаю, такие букеты подарят учителю настоящие, пахнущие солнцем и садом эмоции. Я не флорист, я только учусь. И вашему вниманию сегодня хочу сделать обзор своих букетов, школьных букетов. Я думаю, что в моем обзоре дачные и садовые цветы составят положительное впечатление и запоминающиеся. Друзья, сегодня я делаю букеты из тех цветов, которые выращиваю сама у себя на участке. Итак, вашему вниманию первый букет, который состоит из лилии, розы, хризантема, ромашка. И сюда я добавила декоративный подсолнечник. Друзья, получилось, я думаю, неплохо. Сочетание белой лилии с белой ромашкой. Подсолнечник я сделала сочетанием с упаковкой и также ромашка у нас серединка желтая. Вот такой букетик яркий и солнечный у меня, друзья, получился. В конце лета цветет так много прекрасных растений, что не воспользоваться этим просто невозможно. Следующая композиция у меня вот такая яркая. Я ее сделала из хризантемы, розы, цинии. Хризантема здесь две расцветки, цинии тоже две расцветки, красная роза. И, конечно же, я думаю, любой со мной согласится, что к цветам компаньоны должны быть также и какая-то декоративная зелень. И сделала я ее из листвы пионов, друзья. Получается вот такой яркий, красивый и нарядный букет. Конечно же, я соглашусь, что правила, традиции, мода и вкусы, они меняются. Когда-то были популярными гладиолы супер ваклашек, гвоздики у старшеклассников. Астры, наверное, были у всех в моде. Букеты могут быть различными, нежными, трогательными. Главное выбрать сочетание цветов и общего оформления. Очень мне нравится все же, когда в букете присутствует несколько оттенков. Тогда он смотрится именно по-детски, ярко и красочно. Что я хотела передать вот в этом букете, который состоит из розы, астры, хризантемы и перетрума. Следующий букет, в котором я хотела изобразить больше, наверное, солнечное настроение. Основа идет, это желтый цвет и желтый цвет нескольких видов цветов. Подчеркнула я вот такой яркой тоже упаковкой. Здесь также присутствует ярко-розовая роза помпанелла, чтобы разбавить желтый окрас. И, конечно же, хризантема Сюзанна. Мне она очень нравится в букетах, она хорошо стоит. Из желтых оттенков хризантема, циния, перетру. Розовая помпанелла роза, одну добавила крупноцветковую розу и хризантема с зеленью пиона, друзья. Посмотрите, как очень красочно. Ну а следующий букет, по сравнению с предыдущим, он более нежных оттенков. Здесь я в основном выделила светлые оттенки розы, это роза бежевая. К розовой упаковке я добавила сочетание хризантемы, насыщенно розово-пурпурной, одну розочку чайно-гибридная. Также добавила красные цинии. И сочетание с светлой розой и хризантемы светлых оттенков, я думаю, получилось нежно. Конечно, я не флорист, я нигде не училась. Как я вижу, так и формирую свои букеты. И сегодняшнее видео я хочу закончить вот такой красотой, которую я сделала из прекраснейшего гелиотропа. У меня просто в этом году он еще не так расцвел, как бы хотелось с 1 сентября. Очень люблю фиолетовый оттенок гелиотропа в сочетании и с красным цветом, и с белым цветом. Посмотрите, как хорошо все это смотрится. Также добавила сюда пион цинии в сочетании с розами красными. Подчеркнула красной упаковкой, выделила светлой хризантемой, и получился вот такой букет. Ну вот и все, друзья, что хотелось сегодня показать. Букеты еще будут. Видео еще будет по оформлению моих букетов 1 сентября. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх. Оцените комментарии мою работу. Вам здоровья, удачи и до новых встреч! До новых встреч!